Проблема алкогольной зависимости одна из самых злободневных в России. Воткинск не стал исключением. Некоторые жители употребляют настойки, которые их убивают. О чем идет речь, расскажем прямо сейчас. Во многих регионах России запрещены к продаже спиртосодержащие настойки объемом более 40 мл. Но к Удмуртии это не относится. Зайдя в любую аптеку, приспокойно можно купить асепталин. Естественно, что стоит зелень недорого и доступно каждому. И если магазины по закону не могут отпустить алкоголь лицу моложе 18 лет, то кто проверяет аптеки? Асепталин спокойно может купить даже школьник. Действие у этого товара психотропное, сходное действию алкоголя. Но его последствия ужасны. Люди начинают использовать все чаще и чаще не продукцию, которая продается в торговых магазинах, пищевых, гастрономах и так далее. То есть не тот алкоголь, который предназначен для внутреннего использования применения, а суррогатные изделия. В частности, такое вещество, такая жидкость, асептическая жидкость, как асепталин. На самом деле это абсолютно ядовитая жидкость, потому что в основе ее лежит даже не спирт, а такое вещество, как глицеритан. Там 90% глицеритана. Это вещество, которое вообще не относится к спиртам, но приносит оглушающее, приносит такое опьяняющее, кажущееся на самом деле. На самом деле это просто человек выключает его сознание от токсического, от ядовитого действия этого вещества. И люди все чаще и чаще пользуются вот этой жидкостью. Местные медики бьют тревогу. Асепталин – антисептик для наружного применения. Его нельзя принимать внутрь. Это может привести к отравлению и тяжелым, необратимым последствиям. Особенностью является то, что еще и труднее нам их выводить из этого состояния, потому что отравление организма гораздо сильнее, чем чистым алкоголем. И происходит разрушение организма, гибель даже людей гораздо быстрее, нежели если бы человек употреблял какие-то разрешенные алкогольные напитки, нежели вот эти суррогаты. И кроме того, еще один момент, что эта жидкость продается в аптечной сети не с 10 часов, как обыкновенный алкоголь, а, можно сказать, круглосуточно. И поэтому вот эти лица, те, которые употребляют суррогаты, они этим моментом пользуются. Человек погибал незаметно от того, что разлагалась печень, от того, что разлагался мозг, что происходило постоянное отравление, и он быстро погибал от разрушения внутренних органов. Наркологи не только в Откинск, но и в Удмуртии неоднократно обращались к властям за помощью в решении данной проблемы. Но, к сожалению, их не услышали. К примеру, в Средовской области продажу асепталина запретили еще в 2012 году после массовых отравлений. Властям местного значения стоит обратить внимание на данную проблему. Например, вести рецептурный отпуск для продажи данного ядовитого вещества или вообще запретить продавать его в аптеках города. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске.